Добрый вечер, коллеги. Прошу прощения за задержку с начала презентации. Мы, как вам надеется, успешно поборолись с техническими моментами. И теперь, в ближайшие минут 30, мы с вами поговорим о решении компании ЦСКА для защиты от видоносного программного обеспечения. Я покажу вам демонстрацию, как это решение работает. А затем будет более подробная презентация, охватывающая, как же конкретно это все работает. Мы пройдемся с вами по всем функциям и алгоритмам анализа, которые в системе используются в рамках презентации. Перед тем, как я начну саму демонстрацию, давайте поговорим о том, какие же задачи решает собственная система защиты от видоносного программного обеспечения. Конечно же, как бы сложно догадаться, первый момент, первая главная функция – это четкая, точная, быстро-эффективная защита и обнаружение, детектирование, блокирование видоносного программного обеспечения. В том числе еще неизвестного, нового программного обеспечения, так называемых, атак нулевого дня. Вторая важная функция данной системы заключается в том, что система позволяет нам полностью журналировать все действия файлов в нашей среде и возвращаться к этим журналам данных, анализировать их для того, чтобы понять, а если все-таки какой-то изглавляет попал в нашу сеть, что он делал, на каких устройствах он был, кто был нулевым пациентом, определить векторы распространения угроз, то есть пройти полный цикл расследования инцидентов с помощью данной системы. Эта функция на самом деле является наиболее важной, потому что мало определить то, что в нашей сети находится зловлет. Этот зловлет может быть, кроме данного хостана, которого мы его обнаружили, на множестве других устройств. Как нам его нейтрализовать, как нам правильно определить масштаб бедствия и минимизировать ущерб, и более эффективно обнаружить проликновение. Это очень важная функция для данной системы. Если мы посмотрим, скажем так, с общих взглядов, делаем на данную систему, в чем ее основные ключевые преимущества. Первое — это то, что система защищает на всех этапах жизненного цикла атаки. Об этом цикле Владимир сегодня вам уже рассказывал, уже объяснял, почему мы придерживаемся при разработке решений информационной безопасности именно вот такого подхода, да, то есть как бы в зеркализме задачи, решаемые специалистами по информационной безопасности, в разрезе поведения вредоносного программного обеспечения, в разрезе жизненного цикла атаки. Мы с помощью системы предотвращения вредоносного хода можем детектировать и блокировать атаку на различных точках входа. Это и является ключевой функцией, потому что атаки на сегодняшний день являются многовекторными, сложными. И также мы выполняем проверку и обеспечиваемую безопасность не только в момент первого обнаружения, но и мы в дальнейшем продолжаем отслеживать и контролировать все действия файлов для того, чтобы убедиться, что в какой-то момент они не начнут выполнять какие-либо вредоносные и подозрительные действия. Понимая различные функции устройств, о каких функциях мы говорим? О функциях защиты от вредоносного программного обеспечения для электронной почты и веб-трафика, о защите от зловлетов на сетевом уровне, а также о защите конкретных хостов, причем не только клиентских машин, но и сервировок в центрах обработки данных и других информационных систем, в том числе и мобильных устройств. Именно вот эти три рубежа, контроль вредоносного ПО на всех этих трех рубежах дает нам какую-то гарантию, что мы сможем отследить все перемещения данного вредоносного программного обеспечения и полностью устранить его из нашей сети в случае его обнаружения там. Ну и сейчас в рамках демонстрации мы с вами рассмотрим реализацию этих функций в решении для сетевой защиты от вирусов и зловлетов, рассмотрим с вами на систему защиты для конечных устройств и в оставшееся время я вам покажу, каким образом мы можем использовать функции контроля доступа на Айси для того, чтобы убедиться, что данный клиент в любой момент времени будет запущен на корпоративном ноутбуке и будет выполнять свои действия. И в случае несоответствия политикам, да, то есть в случае недоступности отключение данного клиента, амп-клиента, данный ноутбук будет переводиться в гарантийный режим. Не будет получать доступ к критическим данным. Сейчас я включу зеркалирование для того, чтобы вы могли видеть мой экран. Перед вами здесь сейчас представлена система защиты FirePower. Это консоль управления системой защиты FirePower, которая в том числе осуществляет защиту от видоносного программного обеспечения и контроль файлов. Как вы видите, здесь мы можем получить полную информацию, полный контекст о том, что происходит в нашей сети. Сейчас, одну секунду, я думаю, что мне придется поменять. Вот есть, потому что иначе я не вижу. Так, вот так, по-моему, видно лучше. Здесь вы можете получить представление о том, какие программы встречаются в нашей сети, какие индикаторы компрометации были обнаружены системой. Мы можем посмотреть статистическую информацию о том, какие операционные системы присутствуют в нашей сети. И, например, если обнаружится наличие мобильных операционных систем типа Android либо iOS, но это запрещено в нашей корпоративной политике по информационной безопасности, значит, нужно провести расследование, почему разрешается доступ к личным мобильным устройствам в нашу корпоративную сеть. То есть здесь мы можем ответить на вопрос, а что, собственно, какие ресурсы у нас есть, как эти ресурсы между собой взаимодействуют. Потому что если мы не знаем, что защищать, то такая защита не может быть эффективной. Далее, если мы переходим к разговору непосредственно о защите от видоносного программного обеспечения, то здесь у нас представлено шесть наглядных графических сущностей, назовем их, отображающих на данный момент типы файлов, обнаруженных в нашей сети, диспозицию этих файлов, то есть сколько из них были признаны вредоносными, сколько из них были признаны чистыми и безвредными, и диспозиция каких файлов не была пока идентифицирована. Соответственно, прямо отсюда мы можем поперейти к анализу вредоносных файлов, например. Мы переходим в журнал, и в этом журнале, например, можем посмотреть исполняемые файлы. Какие исполняемые вредоносные файлы были обнаружены? Ну, давайте начнем с вами прямо с первого. Здесь мы видим время фиксации данного события, видим, с какого айпишника, на какой это... вредоносное программное обеспечение было передано, видим файл, его хэш, функцию рассчитанную, а также мы видим, каким образом этот файл попал в нашу сеть. То есть он был скачен компьютером в нашей сети, из интернета, с соответствующего URL-адреса. Дальше мы видим клиента, и мы видим сенсор, который этот процесс, это событие идентифицировал. Дальше, если мы прямо отсюда нажмем на этот красный кружочек, вот здесь, то мы сможем с вами увидеть более подробную информацию о том, как же данный вирус, данный зловред перемещался и что он делал в нашей сети. Мы здесь увидим, когда и на каком хосте впервые этот зловред был обнаружен. Мы увидим, когда и на каком хосте последний раз он был обнаружен, то есть последнюю жертву его можем обнаружить. Как вы видите, всего данное вирусное эпидемия затронуло 28 хостов. Всего было 28 событий на 14 хостах, 9 из которых являлись отправителями, 9 получателями. Отсюда мы можем, в принципе, также посмотреть информацию по нулевому пациенту, поскольку мы сразу эту информацию увидели. Здесь мы можем посмотреть, кто работал на данном компьютере. То есть кому принадлежит эта рабочая станция. Дальше мы можем посмотреть операционную систему, что здесь запущено, и более подробную информацию о других процессах и других событиях, об уязвимостях этой системы, которые были для нее обнаружены и так далее. То есть посмотреть, провести анализ состояния с точки зрения информационной безопасности данного компьютера. Если мы вернемся сюда, то здесь я вам хотела показать траекторию распространения файла. Здесь вот мы можем видеть, если мы кликнем на каждый конкретный кружочек, мы увидим все векторы взаимодействия устройства. То есть прямо оттуда, кому, куда, с временными метками мы увидим, куда передавался этот файл. На последний. Вот, пожалуйста, на последний можно кликнуть. Здесь мы видим, что... Можем увидеть тип события. Здесь мы можем увидеть, что в процессе перемещения данный зловред менял свое имя и, возможно, менял какие-то другие параметры. То есть на самом деле он являлся полиморфным, но тем не менее система была способна это идентифицировать и понять, что это все элементы одного процесса. В принципе, если бы нам удалось, если бы политиками был настроен захват файла, мы могли бы отсюда отправить этот файл на анализ. Что еще мы можем сделать здесь? Мы можем отсюда... И отсюда мы можем посмотреть, был ли этот файл где-то захвачен. Здесь мы можем, кстати, задать сразу собственную политику для данного файла. Сейчас откроется. То есть для того, чтобы идентифицировать дальше его распространение. Как мы можем определить, удалось ли системе захватить вредоносный файл в процессе его передачи? Здесь, сейчас я увеличу. Случаи, когда нам удалось захватить файл, они обозначиваются не только вот кругляшком, да, но в кругляшке у нас есть вот такая вот маленькая точечка. Это значит, что при обнаружении события безопасности в системе предотвращения вторжений, в системе защиты от вредоносного ПО удалось вредоносный файл захватить. Либо политиками было настроено это, и захват файла произошел успешно. В этом случае мы можем посмотреть данные анализа этого файла, если он был отправлен в облако и там проанализирован. И более подробно посмотреть различные индикаторы компрометации, на основании которых было принято решение о том, что данный файл является зловредным. Здесь мы видим, что файл пытался подключаться, были найдены признаки попытки подключения к каким-то внешним URL-адресам. Здесь мы можем посмотреть, именно какие поведенческие признаки файла привели к тому, что файл был признан вредоносным. Это уже результат анализа файла по его поведенческим особенностям в песочнице. И мы можем посмотреть полный отчет по результатам анализа этого файла. И как вы видите, здесь, в принципе, для наглядности отображаются стрелочками, это принятое по каждому из пунктов решение. Здесь мы видим, что в большинстве случаев стрелочка уже находится у нас в красном сегменте, то есть данный тип поведения был признан вредоносным. В результате результат анализа говорит о том, что файл вредоносный. Также мы можем при желании, если бы результаты анализа у нас еще не были доступны, мы могли бы этот файл на анализ отправить. И, к сожалению, в зависимости от того, то есть файл прогоняется через определенный набор алгоритмов и механизмов анализа. Поэтому получение диспозиции файла может занять от нескольких минут до нескольких часов и даже нескольких дней. То есть заведомо предугадать, через какое время будет получена однозначно диспозиция до данного файла, невозможно. Именно поэтому мы говорим о постоянном, продолжительном во времени анализе. Потому что мы можем, сложные программные обеспечения, сложные вирусы могут попасть в нашу сеть, но их вредоносность может выясниться через несколько дней после того, как они уже распространились по нашей сети. Именно поэтому мы отслеживаем все операции каждого из файлов в нашей сети, для того, чтобы в момент, когда мы поняли, что это вредонос, мы могли быстро провести анализ и идентифицировать на всех узлах данного вредоноса. Эта демонстрация также связана, как вы видите, с хостовой реализацией для защиты оконечных устройств. И прямо отсюда мы можем перейти на консоль управления FireAmp для оконечных устройств. Как вы видите, у меня тоже установлен этот клиент. Облегченный клиент, который анализирует все операции ввода-выводов файлов на моем компьютере и каждый раз при обнаружении такой операции делает look-up сначала в свой локальный кэш, а потом при отсутствии информации там в облако для того, чтобы определить диспозицию данного файла. Потому что, как я уже вам говорила, диспозиция со временем может поменяться. Но если вам вдруг интересно, есть ли у меня какие-то вирусы, то боюсь вас расстроить. Никакого издоносного программного обеспечения на моем компьютере обнаружено не было. Но здесь также в демонстрации присутствует демо, демо-контент, эмуляция угроз происходит и так далее в этой среде. Поэтому мы здесь можем посмотреть прямо на дашборде сразу идентификаторы компрометации, которые позволяют нам сказать, что именно с этими компьютерами что-то не так. Отсюда мы можем точно так же перейти сразу в журнал событий и посмотреть траекторию распространения, то есть действия определенного процесса, определенного события с течением времени на данном хосте. Вот сейчас я вам открыла траекторию хоста. То есть здесь мы видим, что какой-то файл был хром.exe, был перенесен на данном хосте. Потом он запустил загрузчик Java, загрузил Java.exe. И в этот момент, вот вы видите сверху значок, с восклицательным знаком, была использована уязвимость Java для компрометации данного процесса, и процесс начал сбрасывать на диск, то есть какие-то непонятные файлы с однозначно вредоносным хэшем, однозначно вредоносной диспозицией. Эти файлы начали куда-то перемещаться по нашей сети, потом он начал эти файлы запускать, то есть они начали исполняться. И здесь вверху мы можем сразу посмотреть, на основании каких индикаторов компрометации было принято решение, что данный файл является вредоносным. Также прямо отсюда мы можем перейти к более подробному анализу данного хэша, посмотреть детали, посмотреть сетевой профиль данного вируса, то есть уже провести анализ действий, понять, а что, собственно, он этот вредонос сделал на данной конкретной машине. Согласитесь, что такую гибкую глубину и детальность анализа далеко не каждая система может обеспечить. И вы видите, что буквально до нескольких минут, пока мы с вами разговариваем, мы практически провели с вами анализ инцидента, поиск нулевого пациента и полностью анализ вплоть до процессов на локальном косте, каким образом с помощью эксплуатирования каких уязвимостей данный вредоносный попал на наш компьютер. И мы уже знаем с вами, что нужно делать дальше, чтобы предотвратить в будущем повторение таких событий. Давайте вернемся в наш наш борт и посмотрим, что здесь еще есть интересного. Есть так называемый хит-мэп, который может показать администратору информационной безопасности в рамках кампании. Мы можем задать группы клиентские и показать, в какой из клиентских групп на данный момент сейчас существуют какие-либо события безопасности. То есть более high-level overview. Мы можем фильтровать по собственным параметрам. Мы можем сохранять эти фильтры, мы можем отправлять дайджест на e-mail администратору с определенной периодительностью интересующего администратора и так далее. Давайте посмотрим здесь что-нибудь еще интересное с вами. Давайте посмотрим события. Я хочу вам показать информацию, которая доступна по каждому из событий. Вот здесь, например, мы первое попавшееся событие берем. Мы здесь видим, собственно, хэш-файл. Мы видим родительский процесс, который привел к этому. И если этот файл был захвачен и отправлен на анализ в облако, мы можем также посмотреть результаты данного анализа. Сейчас мы загрузим отчет. Вот, собственно, threadgrid-репорт, который я вам хотела показать по результатам анализа файла в песочнице. Мы можем скачать отсюда сэмпл этого файла. Мы можем посмотреть видео, если этот файл был проанализирован вручную. Мы можем это видео скачать, если захотим, и так далее. Мы можем скачать себе пикап-файл, скачать полностью весь этот отсчет, опять же, посмотреть, какие поведенческие индикаторы были здесь проанализированы системой. То есть уже сделать более глубокий анализ данного сновремя. Все эти системы интегрированы между собой. То есть система AMP интегрирована с песочницей threadgrid и отправляет файлы для анализа туда. Опять же, если это настроено вашей политикой. Делать это совершенно необязательно, но если вы хотите, вы можете сделать это как автоматически, так и вручную, как я только что вам показала. Ну, это вкратце все, что я вам хотела показать по функциям анализа расследования инцидентов с точки зрения AMP для хостов и AMP для сетевого обнаружения. И еще один момент, который я вам хотела показать. Как нам убедиться, что наши пользователи никаким образом не отключат и не помешают AMP работать на хосте. Мы можем проверить с помощью АЭСы, если у нас работает система контроля доступа и анализа соответствия, оценки соответствия АЭСы. Мы можем контролировать соответствие нашим политикам безопасности корпоративных устройств и проверять, запущен ли AMP у нас на компьютере и заходит ли пользователь, обращается ли он к литическим ресурсам с корпоративного компьютера. На данный момент, как вы видите здесь на машинке, AMP запущен, он установлен, он работает. И последний скан говорит нам о том, что устройство является compliant, соответствует нашим политикам. Сейчас мы возьмем и запустим здесь скрипт, который останавливает работу AMP. Как вы видите, сервис остановлен. Это первый момент, который мы сделаем. Второе, мы уберем индикатор, который говорит АЭСу о том, что данное устройство является корпоративным ресурсом. То есть мы считаем, что наш пользователь, давайте поиграем в больницу, доктор пришел со своим личным ноутбуком в корпоративную сеть и пытается скачать медицинские карты. Пользователь доктора вчера уволен или завтра уволен собирается, и он хочет сделать нехорошее дело. При попытке подключения к сети нашего доктора спрашивают его данные аутентификации, он подключается, производится сканирование его системы. И дальше мы получаем сообщение, что «Дорогой доктор, ты подключился с некорпоративного ноутбука, и у тебя не установлена система по защите от видоносного программного обеспечения. Дальше, если мы вот на данном этапе ничего не сделаем, то просто нажмем «Cancel». И попробуем обратиться к внутреннему порталу. Например, вот у нас внутренний портал, сейчас мы к нему обращаемся. Здесь у нас есть какие-то общие ресурсы, которые доступны всем. И также есть медицинские записи, которые доступны только докторам. Извините, немножечко притормаживая здесь все. В пыльке обращения у нас получить доступ не получается. То есть у нас просто не как бы не резовывается доступ к данному ресурсу, и сейчас мы через какое-то время получим ошибку, что обращение к данному ресурсу невозможно. Давайте пока здесь все грузится, мы с вами посмотрим, что мы можем увидеть на айсе. Здесь мы видим, что доктор попытался залогиниться в сеть, были проведены проверки, и был присвоен динамический акцесс-лист НС. НС значит нон-комплайент. То есть была проведена оценка соответствия, и доктор ее не прошел успешно, поэтому не получил доступ к своим ресурсам. поэтому наш доктор пытается подключиться повторно, но уже при этом вынужден выполнить требования, которые к нему предъявляются. мы прямо отсюда сохраняем файл. Здесь производится проверка по файлу, это может быть какой-то параметр регистра, то есть возможны различные способы проверки для того, чтобы убедиться, что устройство, мы можем использовать там машинную идентификацию, машинные сертификаты для того, чтобы убедиться, что это корпоративное устройство. И сейчас мы запускаем AMP, вот у нас сервис запущен, и сейчас наш доктор попытается снова получить доступ к ресурсам, которые он хотел получить. Ну и как вы видите, он получает доступ к этим ресурсам. То есть тут такой небольшой пример, реальный живой юзкейс использования и применения политик по обеспечению соответствия требования информационной безопасности в нашей сети. Коллеги, на этом с точки зрения демонстрации это все, что я хотела вам показать. демонстрации 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 Продолжение следует...